Всем привет! Группа Атавайо. Хотел бы вспомнить одну достаточно забавную историю, которая с нами произошла в первый наш приезд в Эстонию в 2010 году. Итак, представь себе, 2010 год. Мы уже не играем практически на улице. Недавно выпустили альбом «Жили-были», изобрели Russian Beat, вот шапки-ушанки, майки, в общем, играем такие веселые, галтелые концерты. В основном, это, конечно, Петербург, Москва. Очень редко выезжаем за границу. Я помню, по-моему, на тот момент мы были только в Латвии и в Мексике, да. И вот в 2010 году нам приходит приглашение на фестиваль в Эстонию, в город Виленди. Что такое Виленди? Ну, Виленди — это такой маленький-маленький городочек. Ну, что-то типа поселка Морозовка в Ленинградской области. Вот. Но при этом маленький, да удаленький. У них есть фольклорный центр, достаточно серьезный, чуть ли не самый главный во всей Эстонии. В этом фольклорном центре мало того, что людей учат играть на этнических инструментах традиционных. Также там идется большая научная просветительская работа. Но и самое главное, что этот фольклорный центр каждый год в течение уже многих лет организовывает фолк-фестиваль просто огромного масштаба, особенно по меркам вообще в Прибалтике, понимаете. Порядка 30 тысяч человек, если я не ошибаюсь, съезжаются каждый год, чтобы послушать группы из разных стран со всего мира. Там выступали очень-очень много кто из известных, кого я точно помню, там в Хенингарме точно выступали и многие-многие-многие другие ансамбли. И вот туда приглашают группу Оттава Ю. В этот же год, я помню, еще там выступали, помните, на Евровидении выстрелил этот парень Александр Рыбак, да, со скрипочкой и вместе с ним танцевали замечательные такие фрутальные норвежские мужские танцы парни. Вот этот танцевальный ансамбль как раз выступал на фестивале в Велинде в тот же самый год, что и мы. Мы, к сожалению, не смогли посмотреть, потому что у нас было целых три выступления. Значит, одно выступление были танцы дневные, мастер-класс по танцам. Другое выступление, представьте себе вот такой ангар, ну, который типа как вот для теннисного корта, да, такой надувной, и там стоит сцена, и вот у нас там должен был быть концерт с двенадцати до четырех утра. С двенадцати до четырех утра. Я еще сказал, я не уверен, это сейчас будет как-то долго, 4 часа. Ну, ничего, все нормально, у нас такая традиция, все будет хорошо, будет много людей, всем понравится. Ну, ладно, хорошо, сыграем. И вот мы пришли, вы знаете, вот как они сказали, так и было. Всем все понравилось. Мы тогда еще только, просто в процессе этой группы от АВЁ никому не известны. Не было еще всех этих клипов, мы только-только вот начинали как-то привлекать все внимание, только-только играем концерты, еще вот наша концертная деятельность, можно сказать, только начинается. И вот этот концерт в Вилленде, прямо полное ощущение, что люди нас реально здесь ждали. Практически, как будто, не знаю, как будто очень подготовленная публика. И для нас тогда, конечно, это было достаточно удивительно, можно сказать, чуть-чуть не первый раз, что, знаете, приезжаешь в такую другую страну, и там люди прямо вот так вот тебе радуются. В общем, это было очень приятно, и мы тогда сильно этому удивились и порадовались. И, стало быть, вот наступает день, когда у нас последний концерт, фестиваль длится несколько дней, и, значит, это дневное выступление, замечательная погода, светит солнышко, значит, там много сцен, я не помню, порядка 8 или даже 10. И вот наша сцена одна из главных сцен, там собралось очень много людей, потому что сарафанное радио уже разнесло информацию, о, группа из России, там, аварийон, ответные цели, веселая музыка, там, русские, какие-то безблажные парни. Ну, в чем-то, давайте-давайте. В общем, собралось действительно очень много людей, кто-то там даже шапок, в окушанках, вот. И, в общем, мы сыграли, это был очень-очень классный концерт, было прям вот полный единий с публикой. Ну, в общем, вот то, о чем мечтает любой музыкант. Все, отыграли мы концерт, счастливые, уставшие, спускаемся за сцену, там уже в четыре руки наш водитель дядя Юра вместе с менеджером Машей продают диски, мы тут же их подписываем, в общем, какая-то огромная толпа людей, хотят взять автографы. И тут сзади, извините, то, знаете, у вас хочется видеть президента. Подождите, какой президент? Президент фестиваля? Ну, странный. Я такой, о, так, ага, тут же там шквал мысли, ну, международный скандал, нет, он ни одного скандала не нужен. Я говорю, сейчас, секундочку, две минуты, мы быстро-быстро подпишем все диски и придем к господину президенту. Может быть, нас подождет, ну, например, гримерки. Все, президент уводит гримерку, мы быстро заканчиваем все наши общения с поклонниками, подписываем все диски, хотя, конечно, это было и пять, и не семь минут, но неважно. Все, президент нас дождался, мы приходим, здравствуйте, там как-то начинаем общаться, охраны нет, точнее, охранник один был. Я потом вспоминал, что-то, где-то, он там стоял такой, серьезный мужчина, в пиджаке, в костюме, с наушничком, и на его фоне, конечно, президент в этнической шапочке с пум-пончиком выглядел крайне экзотично, вот, но очень приятный человек, Томас Хендрик Ильвис, все, ну, какой-то, ну, какой-то обмен любезностями, как-то, о чем разговариваешь президент, это непонятно. Президент говорит, ну, может быть, сфотографируемся на память? О, точно, хорошая мысль, да, давайте сфотографируемся, так, где, ну, пойдем, может быть, о, он такой, такой, пойдемте на сцену, точно, пойдемте на сцену, я такой, ну, наверное, там народ уже пососался, какое там море людей, все еще там, выходим на сцену с президента, все, толпа взревела, бурный восторг, все счастливы, вот мы фотографировали, сделали вот эту фотографию, да, это, конечно, такое, такое незабываемое впечатление и очень приятное воспоминание, вообще все вот эти человеческие неврядицы, житейские какие-то, разногласия, они отступают вообще тут же, когда звучит хорошая музыка, и мы этому были свидетели неоднократно, кстати, именно с этой поездки, касательно нашей первой поездки в Эстонию, началась наша настоящая большая дружба с прибалтийскими странами, куда мы ездим теперь регулярно, у нас там много слушателей, нам крайне приятно там бывать, да, а там вы ее и президент.